Я познакомился с Горбачевым практически сразу после крушения Советского Союза. То есть, условно говоря, он вчера был президентом великой страны, а вот сегодня я с ним, что называется, сидел за одним креслом. Потому что на рубеже 90-91 годов мы создали общероссийское молодежное движение будущих лидеров. Это вот к тому, о чем я говорил в самом начале. У меня были планы в свое время в каком-то четвертом классе стать секретарем ЦК КПСС. То есть, был интерес к политике. К 30 годам этот интерес полностью ушел, растворился и так далее. Так вот, я был исполнительным директором. И познакомились мы с Михаилом Сергеевичем именно тогда. Но представляете, вот человек, условно говоря, лидер Советского Союза, пускай уже погибшего государства. Ну, вот он вчера был недосягаем, а сегодня ты сидишь с ним рядом в кресле и беседуешь. Ну, мы довольно давно с ним, вернее, довольно долго с ним общались. Но я прервал все свои отношения с Михаилом Сергеевичем после 2011 года и его 80-летия. Вот последний раз мы виделись на его 80-летии. Почему? Дело в том, что я долгие годы искренне был убежден, что Горбачев во многом, как лидер государства, стал жертвой обстоятельств. Понимаете? Но когда я стал писать четвертый том вот своей книги и стал детально изучать архивные материалы, и мне на глаза попались в том числе и довольно, значит, ну, секретные, условно говоря, записки того же Александра Николаевича Яковлева Горбачеву и резолюции Михаила Сергеевича на этих записках. И когда я познакомился с целым рядом трудов своих коллег, я однозначно понял, что Горбачев не жертва обстоятельств, а самый настоящий создатель этих обстоятельств, во многом дирижер этих обстоятельств. И на протяжении всех лет своего руководства Коммунистической партии и Советским государством он сознательно вел дело к разрушению Советского социалистического общественного строя и к разрушению нашего государства. Вкупе вместе с Яковлевым, Медведевым, Черняевым и другими, так сказать, его людьми из его ближнего круга. Он не жертва обстоятельств, он главный, один из главных создателей вот того, что произошло в декабре 91-го года. Я вам просто маленький пример приведу, я его всегда приводил в других аудиториях. В декабре 85-го года, это буквально через полгода, как Горбачев возглавил партию, а значит и наше государство. Он получает от тогдашнего директора ММО, это тот институт, который сейчас получил имя Примакова, Александра Николаевича Яковлева записку, где тот ему прямо пишет, что надо делать в политической сфере, разделить партию на две, учредить пост президента, ну и так далее. То, что потом будет реализовано, в том числе в 90-м году. Что должен делать генеральный секретарь правящей партии, которая монопольно правит? Этот генеральный секретарь должен вызвать к себе председателя КГБ СССР и генерального прокурора. И сказать, что вот у нас во главе института находится враг народа, значит, заведите на него уголовное дело, проведите тщательное расследование и поставьте его к стенке за измену Родине. Что делает Михаил Сергеевич, получив эту записку? Он пишет резолюцию, подожди, не время. А через два месяца, в феврале 1986 года, по итогам работы 27-го съезда КПСС на организационном пленуме ЦК, Александр Николаевич Яковлев становится секретарем ЦК. Что-то еще надо объяснять? Да, еще одно обстоятельство. У нас у людей, которые, я действительно, это не потому, что я хочу похвастаться, но так вот сложились обстоятельства, потому что я возглавлял вот это движение будущих лидеров. Потом я в школе, когда работал обычным учителем, у нас был клуб «Время событий – люди», я его создал. И туда приезжало больше 40 видных вот и общественных деятелей, и политиков, и государственных деятелей. Там и Зюганов, и Жириновский, и Михалков там, ну и так далее, и так далее. Многие уже покойные, например, как Махмуд Исымбаев, с которым мы дружили, или там тот же Юрий Владимирович Никулин, вот которым мы сейчас справляли юбилей, понимаете? И я с этими людьми, со многими, практически со всеми, за исключением Немцова, вот с кем я не поддерживал отношения, несмотря на то, что я его привозил, когда он стал первым вице-премьером школы в этот клуб, я с ним не поддерживал отношения, именно по личным обстоятельствам. Я с ними, кто вот сейчас жив, практически со всеми до сих пор поддерживаю отношения. Вот у нас в широком общественном сознании существует представление, что люди, которые сидят на самом верху, то есть в Кремле и где-то рядом там с ним, им виднее. Они умнее, они информированные, они образованные и т.д. и т.п. Я вас хочу разуверить в этом. Очень часто простые люди, ну я имею ввиду вот мы с вами, да, которые много читают, много размышляют, значит, интересуются и т.д. и т.д. Люди, которые сидят на верхних этажах власти умнее, чем мы с вами. Я вас уверяю совершенно однозначно в этом.